В комментариях под видео я часто видел такие вопросы, как какую жидкость мне купить первой, или же я только взял новый девайс и не знаю, какую жидкость в него заправить. Всем привет, меня зовут Глеб, а с вами, как всегда, сигарет нет. И в этом видео я расскажу вам о том, как правильно выбрать первую жидкость. Одним из самых первых и самых важных параметров, конечно же, является вкус той самой жидкости. Сразу вам хочу сказать, что если вы парите одноразки и хотите перейти на новые, более мощные девайсы, вы никогда не найдете такую вкусную жидкость, которая содержится в одноразках. Как они ее делают, я не знаю, но подобных ароматов я в жизни не находил. Если вы знаете, где такую жидкость можно купить, обязательно пишите в комментарии. Как же все-таки выбрать первую жидкость, которая с большой вероятностью вам понравится? Есть два хороших способа. Первый, это вы покупаете жидкость со вкусом, который вам нравится в реальной жизни. Ну а второй, вы просто прислушиваетесь к мнению опытных пользователей. Есть четыре мастодонта вкусов. Это фрукты, ягоды, то есть виноград, бананы, яблоки, манго и так далее. Десертные, к примеру, крема, выпечка, то есть булочки, пончики, тортики, чизкейки и так далее. Ну и, конечно же, табачные вкусы, то есть там как-нибудь Вирджиния, Мальборо, ну и все на это похожее. Крепость жидкости. Обычно этот параметр зависит от того, какой девайс вы используете. Если это какая-нибудь маломощная подсистема, то вы в нее смело можете заправлять 20 мг никотина, а то и больше. Главное, не перестарайтесь. Если же мы говорим про более мощные устройства, к примеру, Найт 80 или Пасита 2 или какой-нибудь Аргус, то в них я рекомендую заправлять максимум 12-18 мг. Если мы говорим про что-то более мощное и серьезное, к примеру, вы приобрели себе первым девайсом какой-нибудь бокс-мод на 100 ватт и мощный бачок, то в такие девайсы я ни в коем случае не рекомендую заправлять крепость более 9 мг. Так как мощность приличная и количество пара, который вы будете в себя вдыхать, довольно велико. Ну и самое редкое в 2022 году, но не менее важное, это мех-моды. В такие девайсы я рекомендую заправлять не более 3 мг, поскольку они невероятно мощные и большая крепость вызовет неприятные ощущения. Имея в виду всю эту информацию, вот вам несколько рекомендаций для выбора первой жидкости. Если вы себе первым устройством приобрели под систему, то смело начинаем с жидкости на солевом никотине крепостью в 20-25 мг. Если же вы решили начать с чего-то более мощного по типу PASIDA 2, на это 80 или же ARGUS, то смело заправляем туда не более 12 мг. Будет мало, увеличим. Если же вы себе решили первым девайсом купить какой-нибудь крутой бокс-мод с классным баком, то туда мы заправляем не более 6 мг. Но если вы решили начать с механических модов, то лучше всего попробовать сначала нулевку и постепенно поднимать количество никотина. Я надеюсь, данное видео было полезно для вас. С вами был Глеб и сигарет нет. И до встречи на нашем канале.